Всем добра и благо! Выехал к себе на дачу помедитировать, дистанцироваться от этого сумасшествия. С утра уже множественные стада людей бегут на работы. Видно, что хотят выжить, выжить быстрее, успеть. Цены растут, надо спешить. Вот они бегают по этой третьей окружности, ускоренно попадают в аварии. У них стрессы и так далее. Не понимая, что сделайте шаг назад. Почему вы так уж закипнотизированы мороком этой системы паразитарной, что так ее хотите обслуживать? А в конечном итоге, что там управление самой системой? Да, изменили они там какую-то процентную ставку Центробанка. Все, началась другая какая-то ситуация и финансовая, и повышение цен на бензин и так далее. А сесть в протест и написать? Ну, сядь ты там, что там? Миллион человек написали протест на сайт Путина и в Центробанк. Я протестую против этой повышенной ставки, протестую против цен на бензин. Миллион человек. Пять миллионов. Пятнадцать. Нет, они почему-то никак не включают третью статью Конституции, народ-источник власти. Не хотят гравитацию включать. И вообще я вижу, что да нарисую я им какую-то идеальную картину, сценарий, действия. Да много ли из них пойдет ее выполнять? Если они уже подсажены, я говорю, там на табакокурение, жесткий алкоголь и так далее. И это что? Это то же самое Мортида. То есть Мортида продолжает вылезать из подсознания. Это программа Сатурна. И обнуление, и самообнуление, и кризисы, и военные действия, и химтрейлы сыпят. Сегодня опять пишу в КПРФ, значит, там у них они в ВКонтакте размещают свою информацию. Говорю, Зюганов и КПРФ что-нибудь озвучили про этот химтрейлы с неба сыпят. Ничего, молчат. Я там написал, значит, везде, где только можно написал. И в ФСБ написал, и в газеты написал, и в партии. Молчат. Хотя все там видно и понятно, там люди пишут в КАЭ этих самых. Но в юридическом поле не действует. Абсолютно. Ну да ладно, суть не в этом. А то, что, значит, по поводу борьбы светлых и темных сил. Если есть пищевая цепочка, и есть вообще в самом брахмане. Я уже говорю, что патология находится в самом брахмане. Ей взяться-то негде. Если, допустим, в брахмане этого качества нет, то она и не вылезет на поверхность. То есть мы его в форме-то не увидим. В форме биомассы или в форме каких-то планетарных систем. Поэтому патология в брахмане есть. И он же, я предполагаю, ее и рассматривать через эти сюжеты. Патологичные, шизофреничные. Раздвоение сознания. А якобы светлые, якобы. Я говорю, что здесь для меня большой вопрос. Я как бы потихонечку его нащупываю, потому что те уровни паразитарной матрицы, которые не заинтересованы, чтобы я туда что-то понял. Они придумывают всякие сюжеты, чтобы меня застопорить там и какие-то проблемы создать и так далее. Они не любят, что ментальным планом сканируешь их уровни. Так вот, якобы светлые. Ну вот, взять того же Рериха, который привез письмо от Махатм Ленину, который Ленин, который занимался геноцидом нации. Там, я говорю, читаешь вот эти вот последние там архивные какие-то, вытаскивает всякие документы. Да Ленин там был маньяк, который там тех убить, этих расстрелять. То есть, расстреливайте больше, без суда и следствия, ну и так далее. То есть, там вообще, как бы, ты понимаешь, ну, если бы я не видел эзотерический смысл, что, да просто Ленин это поплавок, обслуживающий программы, которая собирает свой гавах. Который поставлен во главу угла. Да, я Божью Матерь спрашиваю, и вот напрямую через вас спрашиваю, Божья Матерь, а как же там, а где же твой промысел? А в чем здесь промысел Бога, когда такие, значит, массовые убийства народа, и народу даже не дают возможности там проявить свободу воли, свободу выбора? Почему это там вот этих кулаки? Говорят, кулаки. Ну, если он, допустим, был, скажем, там, сам работал и был трудолюбивый, там, накопил богатство, из чего это его раскулачивать? Это его труд был, труд. А как же так? А почему уж Божья Матерь, где же твой ангел защиты? Что, читали Псалом 90-й. Псалом 90-й. На руках понесут тебя, не проникнешься, а камень ногой твоей. Вот так вот. Ну, ответ пока я не нахожу, потому что, ну, Божья Матерь – это такой, скажем так, уровень трансцендентальности, что нужно понять, чего она ответит. Хотя я, ну, я считываю, как бы, программно это, что она говорит, ну, разве, говорит, вот, свобода выбора в том, что они употребляют табак? Это кто их заставляет? Это промысел бога, что ли? А то, что жёсткий алкоголь там пьют? А то, что у тебя там украли, этот, украли из, вот, на даче у меня топорик украли, это чей промысел? Ну, и так далее, и так далее. Но, то, что Махат мы там что-то написали, что мы принимаем от действий Ленина, я говорю, очень странно для меня, очень странно. И то, что там в Агни-йоге не прописано, что там много правильных лозунгов про духовность, там про накопление психической энергии и так далее. Но ничего нет про строение солнечной системы, то есть, что там, Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли, плоская она там или сферическая Земля. Некоторые говорят, да вот, однозначно, там сферическая. А другие говорят, да ну, как же, если, говорит, искривления нет, он, говорит, луч доходит там на столько километров, никакого искривления там нет. Это доказывает обратное. Так вот, я так вижу, что вот у меня все это складывается именно к тому, что сказал Роберт Монро, «Далекие путешествия» книга, замечательная книга. Я как бы прочитал, у меня такое просветление, ну, вот чисто, как я назвал, математическое, то есть, как бы по конфигурации логики все очень сходится. Что если биомасса изначально была создана, чтобы эту палитру спектра энергии потреблял этот создатель в виде там хмель энергии, гаваха и позитивных эмоций и так далее, тому подобное. То это и согласуется с тем, что Библия, говорит, соберут свой урожай, и то, что вы там козлы и овцы, я вас, говорит, разделю на козлов и овец. Что с точки зрения кармического там уровня, скажут, ну, карма, кармический совет, что, ну, это же, говорит, аферта. Если, говорит, человек, который, говорит, мог бы быть образом и подобием Бога, взял на себя там карму козлов и овец, но, говорит, какие, к чему, говорит, кармический совет, можем тут сказать, он сам, говорит, это взял. И по этому же поводу, вот сейчас смотришь там какие-то ВКонтакте, Ютьюбу, какие-то там девочки, значит, изображают из себя кошечек, что-то бегают на четвереньках там по городу, напяли на себе маски там этих, значит, этих кошечек. Ну, представьте, а если это заразно, если будет там, на радиации будут бегать там на четвереньках по городу, скажем, не пять человек, а пятьдесят, а может, пятьсот. То есть, игры этой паразитарной матрицы в плане патологии, они очень бесконечны. И как раз таки пишут через бес, бесовская конечность. По синхронам. По синхронам. У меня, значит, в один день с утра идут подряд два звоночка. Два там, ну, спросили там по бизнесу кое-чего, там и по другому вопросу. Два звонка и окончание, цифровое окончание двух этих телефонных звонков – 306-44. Я думаю, ну, такого быть не может, чтобы там такое совпадение просто так, что матрица какой-то там посылает мне знак, потому что я всегда жду поплавочков. Вот некоторые там мне пишут в Телеграме, что управлять, мол, этой матрицей невозможно, да это, мол, никак нельзя и так далее. Я говорю, ну, это для тебя невозможно. Всегда нужно конкретизировать, что ты не можешь, и ты не знаешь. А когда ты говоришь, что это всем невозможно, это нонсенс. Так вот, два звонка подряд и 306-44. Я скидываю там соратникам этот вопрос, я говорю, как вы думаете. Алексей находит там, значит, сразу, что это конструктор, продаётся конструктор Лего. Конструктор, Тор, на конце Тор. Я стал смотреть, значит, эти цифры 306-44 в цифровом этом значении. Ну, это как бы там описывают, что это, мол, предупреждение от ангелов, что нужно больше уделять внимание духовному развитию. Ну, я так просто думаю, да, надо там отодвинуть бизнес и заняться как бы там вот медитацией поглубже там, что дальше делать со всем этим. И пока там искал эту, значит, дешифровку этих комбинаций, приходит у меня число Алексея, который говорит 147-148. У меня сразу такая, что единичка – это ось, которая идёт от, значит, северного полюса Земли на полярную звезду. И что, в принципе, там, в этой оси, которая в том числе проецируется и на Кайлас, на него нужно обратить особое внимание, что там эти зеркала времени вокруг него, Кайласа. То есть, я так вижу, из этой первичного посыла рисунка времени на Кайлас и на эту, ну, может, они как-то связаны голограммой с полярной звезды. Потом уже по зеркалам времени распределяется этот рисунок времени на все остальные какие-то эти силовые линии Земли. И то, что этот же был знак у меня 36-44, что, обрати внимание на возможность постановки программы на этот рисунок времени, а постановка программы, она и выражается в том, что мы абстрактно видим со стороны, что происходит в программе, и строим идеальную картинку в венчивой по часовой стрелочке там на события, любое событие. То есть, в каждом городе, в том числе, есть эко-пунктурные точки. Вот у нас тут есть Михаил Лисин, юрист. Он председатель партии «Справедливая Россия», и вот недавно тут исправили его депутатом. Я слежу за его там историей, и он, значит, какой-то там родничок есть у нас в Пенинской области, Лисма. И он говорит, вот я съездил на родничок, там замечательный человек, и набрал воды, там хорошее место. Я сразу думаю, ну, неспроста, надо в синхроне доехать. И туда доехал на следующий день с этим там, кто там этот, курирует, мужичок, контролирует всю эту ситуацию. И он говорит, мужичок, почему-то за это место ведется борьба, какие-то там приехали, какие-то криминальные элементы, хотели земли купить, а там перекупить, а там что-то деньги вложили. Думаю, что за возня какая-то беготня там идет, какая-то непонятная. Ну, и пока там считал информацию, просто там про себя вижу, что, может быть, сама вода там лечебная. То есть, там непростой родник, там Янская энергия, Инская энергия, там два родника из скалы бьет. Вот. Ну, я набрал воды и там, и там. Думаю, вода хорошая, надо попробовать. Там вода вообще подключает. Поблагодарил мать-природу. Синхрон. То есть, увидел, что мать-природа дает эту информацию, чтобы я подключился по какой-то высшей своей программе. Помочь матери-природе. Чтобы ей не гадили, чтобы там не сыпали что-то с неба, там какую-то гадость. Чтобы не засоряли леса в том числе. Ну, и так далее. Вообще, любой посыл матери-природы, что я ее часть. Я, как физический тел, я часть матери-природы. Раз собирал там дровишки в лесу, ну, думаю, на дачу соберу, заодно лес почищу. И когда там собирал дровишки, мне эта вот сосновая там веточка по голове так раз коснулась. И я вижу, что как бы она коснулась очень правильно. Что как бы мать-природа мне передает этот посыл, что благодарю тебя там, сыночек, что ты там очищаешь мать-землю от мусора. Хотя бы у тебя мысль мелькнула, что надо ее очищать. Хотя некоторые там привезли, там свалку устроили, говорят, нормально, свалили там какой-то из дома, там, стройматериал, свалили. Очень нехорошо. Что у людей отсутствует... Это опять мортида? Отсутствие у людей, что они не могут поблагодарить истинную мать-природу, чтобы она им еще дала и здравие, и правильные мысли, и правильное настроение, и так далее. Нету побуждения поблагодарить мать-природу-то. Они даже не понимают, что это такое-то. Они почему-то считают, что мать-природу нужно потреблять. Большой вопрос. Так вот, с этой мыслеформой, это очень хороший синхрон, что вот эти вот, говорит, что вот, говорит, невозможно матрицей управлять. Кто-то же, кто-то же там из ангелов, архангелов и рисунок времени контролирует. А чем, собственно говоря? Ну, возьми-то эту гулограмму архангела и ангела на себя. Вот с этой стороны нужно зайти и поставить на цифровую комбинацию, та же 147-148. Какая? Усилить прямое народное правление. Я вот Михаилу Лисину, значит, там тоже написал, я говорю, усилить прямое народное правление. Что депутат – это координатор воли народа. Если он усиливает эту волю народа, значит, событие в нужном направлении. Усилить демаркацию. Вот важная тема, там 10-15 минут в день. Помедитировать на ось земли, почитать те же мантры. Омна Макшивая, Хара Кришна. Любую мантру. Мантра Ом. Лам Хум Джая на первую чакру. Поднять с первой чакры эту программу. Ее увидеть, как она должна выглядеть, эта программа, свободной циркуляции денег. Что она должна всех устроить. То есть, какой-то процент, может быть, человек зарабатывает, а где-то он в свободной циркуляции денег. Создать фонд свободной циркуляции денег. Координаторов, представителей партии, которые бы, допустим, эту свободную циркуляцию денег контролировали, отслеживали, показывали результативность. Плюс на это же усилить обнуление паразитарной системы. Пересажали там генералов каких-то нормально. Ну, чтобы на эти места пришли честные люди, которые думают о прямом народном правлении. Вот это вот тема. А то, что у них до сих пор мертвяк Ульянов там лежит в центре Москвы. Ну, это такая же религия. Ну, это те же самые фараоны, мумификация. И эти самые религии с тем, что Иисуса распяли, умер, воскрес. Значит, в христианстве Иисус воскрес. А здесь у них Ленин живее всех живых. Труп, который там лежит. У нас, говорит, Ленин живее всех живых. И даже не понимает, что... Ну, что там Ленин-то? Ну, он транслировал какую-то идею. Ну, возьми тоже, протранслируй. То есть, им нужно распаковать. Даже я вот сейчас ищу все там. В какой там области мозговой деятельности. Может, продолговатом мозге. У русского человека заблокировано, что он сам может транслировать, значит, прямое народное правление. Он должен требовать, задавать вопросы. Писать везде. В газетах эти партии все. На сайт Путина там и т.д. и т.п. Вот у меня эти... Я им написал, администрация местная, там, говорю, эти два фотки отправил. Говорю, вот у вас здесь, ну, разбитая вообще дорога там, где там рядом со мной я живу. Эти колодцы, которые эти вот, значит, водяные колодцы там, они ушли туда на 10 сантиметров вниз. Исправьте. Они пишут мне, да, там, такого числа исправим. Потом опять, да нет, не успеваем, другого числа исправим. И ничего не сделали. Я им написал, объявляя личный импичмент мэру города за бездействие по такому-то вопросу. Импичмент. Все. Программа пошла. Посмотрим. В других местах сделали. То есть, там где-то они сделали, ну, процентов где-то, наверное, 50. Как раз 50 на 50. Что им там отправляло? Несколько там этих вариантов. На один этот... Настолько был разбит этот колодец. Я лично набрал этой крупной гальки камней, притащил и засыпал там с утра эту вот яму. Через какое-то время опять почва там просела. Видно, что она просаживается. Надо там нормально ее там сделать, этот колодец. Не делают. А Траковский, армия защитников Отечества, озвучивает, что надо, говорит, вводить смертную казнь по тем, кто там в Министерстве обороны украли такое количество денег. Спрашивается, отраковский, от кого разрешение тебе нужно? От кого? От президента Путина, что ли? Ну, введи там. Отраковский, если бы сказал там, на основании третьей статьи Конституции, народный источник власти, мы требуем расстрелять этого конкретного подонка. Он же так не говорит. То есть, а почему с третьей уровня окружности он пока еще не перескочил на второй альфа-лидера? Поэтому он пока так, ну, туда-сюда скачет там. С одной стороны, тренируется быть там таким лидером. Но я тоже на него, кстати, ставки делаю на Траковского. То есть, в принципе, он как бы вектор-то держит. Но пока он опять вокруг да около. Не понимая, что... Озвучь ты, что, значит, пора стрелять. Конкретно мы требуем расстрелять. Кстати говоря, в том числе потому, что Федоров заявил, что мы юридикция СССР. А по СССР, 64-я статья УКРС, СССР должна действовать. Там, когда в крупном размере, значит, грабеж народных денег. Расстрел с конфискацией имущества. Ну, ждем. Пока ждем. Вот пока он там озвучил что-то, Алаудинов сказал по поводу чеченцев, которые задержали. Что вроде их зря задержали. А Траковский говорит, нет, не зря. Что так и должно быть. Ну, хорошо. Уже как бы какой-то акцент делает. На сегодня все. Я продолжаю нащупывать вот эту и цифровую комбинацию, и связь, где там кайлас, и какая должна быть форма медитации. И поплавочки отслеживаю. Перевожу ситуацию в такой боевой режим с усиленной демаркацией. Благодарю всех, кто перекинули донаты. Я их направляю опять-таки по этим всем коридорам информационным. На сегодня все. Джоом. Продвигаемся дальше. Продвигаемся дальше.